В том номере вообще интернета не было, здесь еще интернет есть, ловит вообще классно, Антон сидит в компьютере и играет, а я здесь тоже не через свой МТС телефон, а через Wi-Fi и все хорошо, прекрасно, как хозяин мне и сказал этого отеля, что переселю вас, самый хороший номер, что вам будет комфортно снимать ваши видео, вот, и думаю, что там и смонтировать его будет лучше. Так, что еще хочу сказать, или потом в отдельном видео скажу, что, видите, про тариф, какой-то тариф подключить, и что здесь с интернетом вообще, и как он ловит, здесь только 3G, 4G здесь не ловит, поэтому расскажу все плюсы-минусы еще пребывания нас в Новофедоровке в отдельном видео. Клубника в Крыму 370 рублей за килограмм, поэтому будем лакомиться, такая она, ой, вообще ароматная, вкусная, сейчас будем пробовать с вами, сейчас я ее помою, на 200 рублей у нас вот этот контейнер, что-то 200 буквально с небольшим. Друзья, всем приветики, рада приветствовать вас на своем канале, сейчас мы с вами будем дегустировать нашу клубничку. Вообще настоящая, не наколотая, знаете, такая, как с грядки. Очень вкусно, набираемся витаминов здесь с Антоном, сегодня еще я купила нектарины, нектарины по 180 рублей, ну, по крайней мере, оно прям чувствуется, что они настоящие такие. Очень вкусно. Ходили сегодня специи искали. Вчера, там, где мы крепы покупаем с Антоном, там вот этот мужчина, который их делает, он нам подсказал, где их продают, и мы сегодня пошли искали. Оказывается, здесь в Новофедоровке есть еще центр, я все-таки думала туда, куда мы ходим, к тем магазинам, что это и есть центр такой в поселке. Оказывается, нет, там довольно еще дальше нужно пройти за школу, видели школу, какая здесь есть, сейчас все расскажу вам. Школа здесь есть в Новофедоровке трехэтажная, но наша больше школа, у нас она углом, у нас есть старый корпус и новый корпус, и даже в две смены иногда детки учатся. Там всего она трехэтажная, не сильно большая, такая огорожена забором, спортивный зал, стадион такой большой, все есть, все необходимое есть. Мы шли вот так вот раздетые на улице примерно 25 градусов, но ветер такой небольшой, а здесь крымчане все одеты, все одели в такую погоду штаны, кофточки какие-то легкие, отдыхающие все раздетые ходят. Но на солнце это вообще довольно-таки жарко, я вот не загорала, вообще ведь не загораю, не лежу, буквально то, что по улице пройдусь, то мне достаточно. Шли мы специи, взяла я сыпучие специи, потом уже, я думаю, наверное, дома я сниму обзор, то, что я привезла из Крыма. Нашла я здесь, не придется мне никуда ехать, в наборах я там снимала видео, что я в наборах купила сыпучие, еще нашла отживку, то, что хотела. Даже взяла попробовать одну острую, острую крымскую с лавандой, в баночках таких маленьких. Так что, все, что хотела, все купила, крема с улитками купила, буду себе на лицо наносить, очень их хвалят, что они хорошо поддерживают, омолаживают кожу, улитки эти лечат. Я попробовала здесь, протестировала на руках, здесь был у меня дневной крем, здесь ночной, у меня они очень подошли, даже если у меня такие руки приятные, и вокруг глаз еще себе взяла. Поэтому мы с покупочками, сейчас я пойду в столовую, покушаю что-нибудь, сочек, я думаю, что скажу какой-нибудь, вот. Друзья, всем приветики, пришла я на обед, сегодня заказала себе борщ красный, с маметаной, кстати, сметаной и зелень здесь бесплатно. Доплатила я за обед 200 рублей, это составила вот такая вот тарелка большая, борщина, говядина, там такие, знаете, кусочки мяса в коже. Еще заказала котлетку, вот такую котлетку вкусную, коренью, без гарнира, без всего, у меня будет достаточно. Вот, за все заплатила 200 рублей, сейчас буду пробовать. Села здесь, чтобы никого не видно было, Антон со мной не пошел, он уже там всего наелся, не хочет сюда ходить в столовую, но здесь кормят очень хорошо. Хлебушек бесплатный здесь, то есть зелень, хлеб, сметану, кетчуп, все это бесплатно. Здесь кушай сколько хочешь, в каком хочешь количестве. Я взяла два белых, два черных хлеба, но вот сколько сделаю. Борщ вкусный, я уже беру не первый раз. И вот такие вот кусочки мяса говядины. А говядина же поднимает гемоглобин, поэтому я стараюсь ее кушать еще здесь на ужин. Я брала тогда баранину, снимала вам обзор, вы увидите, а еще брала я говядину с овощами, тоже вкуснота вообще. Я даже все не спросила, какие они туда травки добавляют. Мы здесь отыкаем, наслаждаемся, а теперь еще и в новом номере, так вообще классно, толкотно. Настроение даже другое. Я же косметикой вообще не пользуюсь, не крашусь, ничего. Приятно возьмите, там нету, все остальные. Лечебнее море Новоседорок, на пляже Санкт-Петербург. Хочу не сказать, сначала заходишь холодно, а потом лучше сразу тепло. И выкраешь эти дома долго в лавку, и не хотелось нам из лавки. Сейчас мы приемся немножко, а потом, в бою, уже не нужно. Уже не нужно ничего не решить. Море чистое, чистейшее. На утром ветра неочем, уже после вечера. Вечером уже 3 утра, и народу будет смотреться на пляже. Давай, 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 не собирай тут сам. А с утра сами видели, что никого не было. Сегодня мы решили попробовать сладкую крепу. Пробуем мы ее первый раз с фруктами, как нам ее расцвалили, что она очень вкусная. Ну, что хочу сказать, понятно, что вот это видео уже выходит позже. Она на любителя. Она на любителя, хочу сказать, что... Не скажу, что она невкусная, но с морепродуктами нам больше всех понравилось. Мы потом, в дальнейшем уже ходили, только с морепродуктами каждый день заказывали. А вот его едят ножом и мелкой. Да, ножом и мелкой, да. Как тортик пропитается. Спасибо всем, кто досмотрел наше видео до конца. Подписывайтесь на наш канал. Зажмите пальчик вверх. Вам не трудно, а нам приятно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.